Здравствуйте! В студии новостей моего дома Светлана Торба. Сегодня мы будем говорить о том, что важно и нужно знать. Мой дом и все о нем. Не гори, гори ясно. Профессиональный праздник работников авиалесоохраны. Прыжки через костер, гадание наслуженного и много любви. День Ивана Купала. Мир сказок и просвещения. Почему фильмоскопы были столь популярны? Сегодня авиалесоохрана отмечает 90-летний юбилей. За эти годы сотрудники ведомства на профессиональном сленге парашютисты-пожарные спасли миллионы гектаров леса. Но даже в праздник они на боевых постах. Недавно эти кадры облетели весь мир. Пожарные авиалесоохраны в Тюменской области попали в кольцо огня. Чтобы спастись, 25 мужчин залезли в реку. Стоя по грудь в ледяной воде, они не переставали шутить и снимали все происходящее на видео. Специальная маска, которая при десантировании защищает лицо от веток. Костюм, позволяющий держаться на плаву. За спиной парашю. Все снаряжение весит больше 20 килограммов. А ведь в нем надо не просто ходить, а бегать по лесам и тушить пожар. Сегодня сотрудники авиалесоохраны отмечают профессиональный праздник. Многие из них встретили его на работе. По традиции друг другу пожарные, как всегда, желают только одного – сухих рукавов. Наши предки делили год на две половины – теплое и холодное. А точками календарного отсчета были дни зимнего и летнего солнцестояния, которые отмечали народными гуляниями. В наши дни эта традиция осталась, и сегодня мы отмечаем День Ивана Купала. Слово «купала» может иметь несколько значений – костер, водоем или место для празднования. Действительно, ведь именно огонь и вода являются главными атрибутами праздника. В ночь с 6 на 7 июля наши предки выходили на улицу и собирали росу. Считалось, что она обладает волшебной силой, а если ею умыться, то будешь здоров весь год. Одни выходили купаться в реках, а другие, наоборот, не подходили близко к воде. Боялись водяного, который в эту ночь праздновал свои именины. Но, несмотря на это, девушки выходили на берег, чтобы гадать на венках. Если он уплывал далеко, значит в этом году ждать замужества. Еще одно популярное гадание в купальскую ночь – прыжки через костер. Кто выше прыгнет, у того будет самый счастливый год. Также в эту ночь принято собирать цветки Иванда Марьи. Если разложить их по углам в доме, то они защитят от воров. Согласно легенде, именно в эту ночь цветет папоротник. А еще это идеальное время, чтобы заготовить веник для бани и лечебной травы. Пишите в комментариях наших соцсетей, как вы отмечаете день Ивана Купалы. Помню, как в детстве я смотрела мультфильмы, сказки и разные истории на стене, завешанной белой простыней, так называемым экраном. Кадры на диапроекторе, конечно же, менялись вручную с помощью ручки ролика. Для современных детей это показалось бы чем-то нереальным и фантастическим. Диапроектор – прибор для демонстрации диафильмов, диапозитивов и других носителей на прозрачной основе. Помимо диафильмов для детей, также продавались наборы диапозитивов на разные темы. Чаще всего это искусство, музеи, история и география. Учебные диафильмы и диапозитивы широко применялись в школах и вузах. А на предприятиях рабочим и служащим показывали фильмы по гражданской обороне и технике безопасности труда. Некоторые фильмоскопы, например, «Чайка», «Фэт Микрон», «Агатта-17» для отображения могли принимать отдельные кадры пленки, которые вставляли в диапозитивные рамки. Целые семьи собирались для просмотра архивных кадров и фото на пленке, что доставляло огромное удовольствие и было одним из немногих развлечений того времени. Большое разнообразие диапроекторов и слайдов не давало скучать неискушенным детям и молодежи того времени, не знающих компьютера и интернета. Чуть позже я расскажу о цифровом паблик-арте на улицах города и о том, какую альтернативу метро предлагают урбанисты. А сейчас узнаем, что интересного происходит в мире. Воды Черного моря окрасились в мутные цвета из-за грязевых потоков в связи с подтоплением в прибрежной зоне. Из-за сильнейших ливней уровень воды в реках города достиг критических отметок. Затопленными оказались автомобильные дороги, прибрежные санатории и строения. Власти Краснодарского края призвали жителей и гостей в районах подтопления не выходить без надобности из дома, не посещать пляжи и готовиться к вероятной эвакуации. Жители Екатеринбурга реконструировали и спустили на воду титановую лодку, построенную в 90-е годы. Владельцы мечтают отправиться на ней в кругосветное путешествие и покорить Северный Ледовитый океан. Но пока тренируются на Верх-Исицком водохранилище и бесплатно катают на паруснике туристов. Капитан судна уверен, что Генезис, а именно так назвали яхту, с легкостью справится с любым морским переходом, благодаря конструктивным особенностям и своему титановому корпусу. В рамках учения «Сиабриз» в практической гавани состоялись занятия по отработке контрдиверсионных действий, осмотру судна водолазами и высадка антисаботажного подразделения на борт судна «Балта». Совместные тренировки проходили на корвете ВМС Румынии контрадмирала Хория Мацеларио и корвете ВМС Болгарии Бодрим. Учение «Сиабриз-2021» при участии военных из 32 стран проходит с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря Одесской области. Более 50 журналистов пострадали в ходе акций противников марша ЛГБТ в Тбилиси. Протестующие перекрыли проспект Руставели и устроили массовое шествие по улицам столицы, а также разгромили офис ЛГБТ-организации «Тбилиси Прайд». В результате такого противодействия гей-парад в столице Грузии был отменен из-за опасений за безопасность участников. В Госдепартаменте США резко осудили срыв парада сексуальных мишинств и призвали грузинские власти жестоко наказать виновных. Около 3000 человек приняли участие в костюмированном параде 6-й всемирной фольклориады «Си-Оф» в столице Башкортостана. Его участники, в число которых вошли представители 57 стран, прошли по улицам Уфы в национальных одеждах, что было признано новым мировым рекордом. Другим рекордным достижением башкирской фольклориады стал гигантский хоровод, участниками которого стали представители 71 национальности. Регистрацию события официально подтвердил со сцены главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Совместная разработка компании «Эйвутэч» и Тартусского университета, беспилотный микроавтобус с дистанционным управлением, выехал на улице Тарту. Транспортное средство, рассчитанное на 6 пассажиров, является первым в мире беспилотником, который работает на водородном топливе. Планируется, что новинка будет использоваться для перевозки пассажиров от крупных транспортных узлов в отдельные районы города. Многих красноярцев давно волнует вопрос, когда же построят метро. Но есть и те, кто считают подземку бесполезной тратой денег. Они предлагают альтернативный способ передвижения по городу. По словам экспертов, если в городе создать продуманную сеть электротранспорта, то необходимости в метро не будет. Плюс развивать такую сеть намного дешевле. С мнением экспертов согласны и многие жители города. Активисты даже опубликовали план внедрения электротранспорта в Красноярске. Они предлагают не строить метрополитен, а закупать новые трамваи и троллейбусы на электродвигателях. По задумке, маршрут с правого берега надо продлить до левого, а весь старый общественный транспорт заменить на новый экологичный. Даже если метро будет развиваться, то у нас будут очень большие эксплуатационные затраты, и у нас не останется больше ничего. У нас также сгниют автобусы, которые уже постепенно начинают выходить из строя. Но мы не можем на одних подачках из Москвы жить, потому что столько подачек нам просто не выдадут. Есть, так скажем, запасной вариант. Это концессия. Концессия предполагает за собой строительство трамвайной или троллейбусной линии за счет какого-нибудь частного инвестора. Согласно проекту, развитие сети электротранспорта не помешает движению автомобилей. Однако в департаменте транспорта считают, что новые маршруты могут создать проблему на некоторых участках. Нарисовать направление движения очень легко. Но надо еще понимать, как это будет выглядеть, когда начнется строительство. Ведь основное развитие – это строительство как контактных сетей, так и рельсов. И ведь не везде можно эти рельсы без сноса провести. Также в департаменте транспорта уточнили, что Красноярск работает со всеми федеральными программами. И в ближайшее время надеются, что город получит дополнительное количество электротранспорта. Сразу шесть крупных городов России стали местом проведения фестиваля цифрового паблик-арта. Среди счастливчиков и наш Красноярск. А значит, совсем скоро мы узнаем, какое оно – искусство будущего. В июле в шести крупных городах России пройдет фестиваль цифрового паблик-арта «Росбанк Фьючер Ситис». Это специальный проект Московской международной биеннале молодого искусства, который объединяет художников и урбанистов в изучении цифровой инфраструктуры городов. В этом году участвуют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Красноярск. Главная цель фестиваля – продемонстрировать жителям диджитал-искусство и познакомить их ближе с миром дополненной реальности. Самые знаковые объекты в городе преобразятся с помощью мобильного телефона. AR-объекты, созданные художниками, позволяют по-новому взглянуть на привычное городское пространство. Я очень рад, что сегодня, в течение всего июля, жители Красноярска смогут увидеть одновременно с жителями других городов эти проекты, которые, на мой взгляд, революционизируют область публичного искусства, искусства общественного пространства в России, поскольку примеров подобных инициатив, созданных в дополненной реальности, расширяющих наше понимание города и обозначающих тем самым новые пространства для свободного художественного высказывания, не имело в виду прецедентов. Фестиваль проходит со 2 июля по 1 августа. Партнером события в Красноярске стал Музейный центр «Площадь мира». Программу события, маршруты прогулок, аудиогид и приложения для просмотра AR-работ можно найти на сайте. В следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации. Предлагаем стать с авторами наших сюжетов. Ждем ваши темы и комментарии. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин